В эфире канала Россия Вести в субботу в студии Ашемес Пхешхов. Здравствуйте. Сегодня день Конституции России. С государственным праздником поздравляет глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Конституция является воплощением многовекового опыта и достижений государства, гарантом защиты права и свобод человека, равенства представителей различных культур и конфессий. В текущем году всеобщим голосованием были внесены поправки в основной закон страны. Российская Федерация развивается, изменения продиктовала сама жизнь. Закреплены социальные гарантии граждан, сохранение исторической памяти, защита окружающей среды. Есть поправки, которые направлены на обеспечение суверенитета нашей страны, развитие законотворческого процесса. Уверен, что славные традиции добрососедства, взаимоуважения и трудолюбия, которыми испокон веков славился народ многонациональной Карачаевой Черкесии, позволят внести значимый вклад в достижение нашей общей цели, дальнейшего развития и процветания нашей Родины, России. В парламенте Карачаевой Черкесии прошла очередная 18-я сессия Народного собрания. Установлена административная ответственность за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Штраф на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей. Напомним, что 3 октября вступил в силу закон об установлении ограничений на территории Карачаевой Черкесии розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. С чем внесены изменения в закон Республики об административных правонарушениях. Также рассмотрена доходная часть бюджета Карачаевой Черкесии на 21-й и плановый период 22-го и 23-го годов. Какой будет погода на выходные, узнаем прямо сейчас. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит. Поставки не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. В Черкесске проводятся рейдовые выезды по ресторанам на соблюдение противоэпидемиологических мероприятий. В ходе проверок боевые выявлены нарушения, по которым составлены соответствующие акты. О том, какие меры нужно соблюдать, чтобы не платить штрафы, на что обращают внимание при инспектировании ресторанов, в репортаже Алихана Лепшокова. В соответствии с поручением главы республики в регионе усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий в местах массового скопления людей. В связи с этим рабочие группы в составе сотрудников мэрии Черкеска, МВД Покарачаева Черкесии и Роспотребнадзора уже несколько раз проверяли рестораны на наличие специальных предупреждающих разметок, дезинфицирующих средств и оборудования по обеззараживанию воздуха. Мы составляем акт обследования. Этот акт обследования мы направляем в Роспотребнадзор, после Роспотребнадзор направляют в прокуратуру. Это может грозить вплоть до закрытия ресторана. Помимо этого, особое внимание при проверке уделяли нормам соблюдения социальной дистанции, а также указа главы региона с несением изменениями от 15 ноября. Было направлено распоряжение, то есть запрещающее проводить массовые мероприятия до 50 человек. Это было с 15 ноября. То есть пока следующее распоряжение не выйдет, то что уже можно будет проводить массовые мероприятия, вот это распоряжение будет в силе. То есть запрещено пока проводить что-либо. Мы проверяем, есть ли рециркуляторы воздуха, маски, дезинфекторы, соблюдаются ли дистанции 1,5-2 метра. По итогам проверки в трех ресторанах Черкеска были выявлены следующие нарушения. Отсутствие предупреждающей разметки, несоблюдение дистанции между столиками и отсутствие СИЗов у персонала. До конца недели рабочая группа проведет еще два рейда по предприятиям общепита. Будут проинспектированы все рестораны республиканской столицы. Алина Халебшоков, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия. Одобрен проект закона, предлагающий расширить список имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Это было сделано на очередном заседании в парламенте республики 17 ноября. Альбина Ламкова подробнее. У каждого человека рано или поздно возникает ситуация, когда необходима квалифицированная юридическая помощь. Многие уже с этим сталкивались. Но, к сожалению, услуги профессионала стоят значительных денежных средств. И не все граждане имеют возможность обратиться за поддержкой. Вот для чего и был принят закон о бесплатной юридической помощи. Как на федеральном уровне, так и на республиканском. Но ранее в нем был значительно ограничен круглиц, которым эта услуга оказывалась. Депутат Карачаево-Черкесского народного собрания Мусак Абалевич Экзеков выступил с такой инициативой. Его поддержал и глава Карачаева-Черкесской республики, председатель. И депутаты народного собрания КЧР поддержали данную законодательную инициативу. Теперь в этот список вводятся безработные граждане, многодетные семьи, беременные женщины и одинокие матери. Для реализации прав граждан по оказанию бесплатной юридической помощи на территории республики уже созданной действует с 2013 года Государственное юридическое бюро. Юристы организации готовы оказать любую услугу. Эту помощь граждане могут получить и в приемной депутата народного собрания республики Мусак Абалевич Экзекова. По улице Даватора, дом 17, вы можете обратиться к нам. Мы работаем с 9 до 13.00, будние дни. Там тоже мы в приемной Мусак Абалевича Экзекова оказываем бесплатную юридическую помощь всем категориям граждан. Также вы будете иметь возможность обратиться с заявлением на имя депутата, если вы считаете, что каким-либо образом нарушены ваши права. Причиной принятого проекта закона, предлагающий расширить список имеющих прав на получение бесплатной юридической помощи, стал тот факт, что по всей стране на фоне пандемии коронавируса выросло число безработных. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Вопросы социально-экономического развития, продвижения продукции товаропроизводителей из Карачаева, Черкесии, налаживания бизнес-отношений с партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья. С такими инициативами представители торгово-промышленной палаты Карачаева, Черкесии и бизнес-центра «Твой бизнес» приняли участие в шестом международном форуме «Южные ворота», который проходил в Северной Осетии. Каких договоренностей им удалось достичь, расскажет Мадина Каракетова. Основной темой шестого международного форума «Южные ворота» стало развитие экспортного потенциала регионов Юга России, налаживание новых и укрепление уже имеющихся внешнеэкономических связей. Руководитель центра «Мой бизнес» Артур Езаов рассказывает, что в Карачаево-Черкесии были сформированы коммерческие предложения экспортно-ориентированных предприятий республики, которые делегация и представила. В связи с эпидемиологической ситуацией форум проходил частично в очно, частично в онлайн формате. Были подключены через посредством видеоконференц-связи представители бизнес-сообществ из таких стран, как Турция, Иран, из Республики Беларусь были подключены представители бизнес-сообщества, и осуществлялся диалог с данными предпринимателями. Ну и в итоге мы поехали со всеми, познакомились, со всеми обменялись деловыми контактами, ну и в настоящее время все это отрабатывается. На форуме рассказывает Артур Езаов, вице-президент торгово-промышленной палаты России Виктор Подалко говорил о важности тесного сотрудничества между региональными властями и бизнес-сообществом в целях улучшения социально-экономической ситуации. В Карачаево-Черкесии с этой целью еще в 2017 году был создан Центр по поддержке предпринимательства, и на сегодняшний день организация предоставления мер поддержки для малого и среднего бизнеса оказывается в рамках единого окна, чем могут похвастаться далеко не все регионы. Делегация Карачаево-Черкесии на форуме «Южные ворота» собрала контакты потенциальных бизнес-партнеров, провела переговоры с представителями бизнес-сообщества таких стран, как Иран, Турция, Туркмения, Беларусь, обговорила потребности и возможности каждой из сторон в предоставлении конкретной продукции или услуги. Мы делали упор конкретно на экспортно-ориентированных товаропроизводителей нашего региона, и с этой целью мы как раз и сформировали коммерческие предложения именно наших товаропроизводителей, для того, чтобы постараться предложить их стране, чьи предприниматели потенциально могут быть заинтересованы в данной продукции. В первую очередь делалось упор на производителей легкой промышленности. Данная отрасль в нашем регионе очень развита, порядка 50 тысяч занятого населения именно в данной сфере. Следующая отрасль, которая и нас заинтересовала, и заинтересовала наших потенциальных партнеров, это пищевая промышленность. По словам Артура Изава, Торгово-промышленный Павод Республики и Центром «Мой бизнес» сформируется экспортный каталог товаропроизводителей, который будет направлен во все торговые представительства и представительства торгово-промышленных палат по всему миру с целью презентации продукции, производимой в Карачаево-Черкесии. Призываю всех товаропроизводителей, желающих экспортировать свой продукт, свой товар, во-первых, призываю не бояться развиваться и двигаться в данном направлении, а также принять участие в формировании данного каталога и предоставить свои презентационные материалы для их включения уже непосредственно в сам экспортный каталог товаропроизводителей Карачаево-Черкесской Республики. Артур Изаов уверен, что многие из достигнутых договоренностей с представителями бизнеса, как в регионах России, так и зарубежных, будут реализованы, что откроют новые горизонты перед бизнесменами Карачаева-Черкесии. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибогов, Вести Карачаева-Черкесия. В Доме правительства прошло совещание по вопросам казачества. В его работе приняли участие председатель Совета при Президенте России по делам казачества Анатолий Серышев, полпред Юрий Чайко, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. В режиме видеоконференции участники совещания подвели итоги проделанной работы за текущий год, а также наметили основные направления деятельности казачьих войск до 2030 года. Основное внимание уделялось у развития, я сейчас скажу, созданию молодежных центров и центров казачьих центров, где упор ставился на культуру, спорт, подготовке молодежи к службе в армии, то есть военно-патриотическое воспитание, а также о традиционных промыслах казачества, сохранению традиций казачества, создания на территориях музеев. 19 дней остается до Нового года, и уже скоро многие будут наряжать в своем доме пушистую красавицу. Продажа елок будет осуществляться в специально отведенных местах. Ну а чтобы пресечь незаконную вырубку зеленых красавиц, в Нижней Ермоловке и Аксавутском ущелье выставлен временный круглосуточный контрольно-пропускной пункт. Свою работу сотрудники полиции начали с 1 декабря. Они проверяют каждый автомобиль. Мы их доставляем в МОМВД России Зеленчуцкий, докладываем в дежурную часть, и под ним составляется административный материал. В любом случае будет составлен административный штраф наложен. Это будет одна ель, либо это будет пять елей. Мы выявляем в этих не только елочные насаждения и вырубка лесного массива, но и также наркотиков, боеприпасов, незаконного оружия. И составление административных правонарушений. На этом субботний выпуск Вестей подошел к своему завершению. Я благодарю вас за внимание, и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. С нами, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!